И если этот вопрос для депутатов городского собрания Сочи профильный, то вот решение транспортного вопроса требует дополнительных согласований с УВД, Управлением транспорта администрации Сочи, Росавтодором и Минтрансом России. Так, в районе Мамайского перевала депутаты городского собрания Сочи в качестве первоочередной меры предлагают ввести дополнительную вторую полосу по направлению в центр Сочи, а в перспективе построить двухуровневую транспортную развязку с надземным пешеходным переходом. Такие же конструкции в долгосрочной перспективе должны появиться и в ЛАУ. Решить проблему транспортных заторов на перекрестке Виноградная-Пирогова позволит расширение федеральной дороги. А чтобы разгрузить перекресток Ленина-Ромашек, в Адлере потребуется изменение схемы дорожного движения. Планируется, что при движении из Абхазии в сторону Сочи вместо двух будет организована одна полоса, а в сторону центра Адлера будет две полосы. Кроме этого, появятся информационные указатели о возможности движения через существующий прокол на улице Ромашек, а на проблемном перекрестке будет дежурить наряд ДПС. Мы сейчас будем рассматривать вопрос о создании двухполосной со стороны Сочи-Абхазии, и одна полоса должна идти с Абхазии в Сочи. Что это должно, какие меры повлиять? Первое, ну все мы там ездим, все мы знаем, что федеральная трасса на сегодня, к сожалению, она запаркована частным автомобилем. То есть из тех двух полос, которые сегодня существуют, фактически существует одна, а то и пол полосы. Депутаты рассмотрели и предложение жителей села Красная Воля. Месяц назад на улице Володарского было введено ограничение движения грузового транспорта. В итоге это усложнило работу не только промышленного предприятия в селе Хлебороб, но и самих сельчан. По предложению депутатов в ближайшее время этот участок дороги будет обследован. Депутаты выйдут с предложением убрать ограничения и отремонтировать дорогу.